Произвольный треугольник АВС. Докажите, что сторона АС меньше полупериметра. В любом треугольнике любая сторона меньше половины периметра. Вычли из обеих частей АС. Смотрите, здесь было два АС, здесь АС. Насколько я понимаю, вся идея была именно в том, что вот этот АС не стало. Да, и что же это, как же это называется? Вот это неразиство. АС меньше, чем АВ плюс БЦ. Неразисти треугольника. Докажите, что треугольники длина любой диагонали меньше половины его периметра. 2АС меньше, чем АВ плюс БЦ. Ну, можно написать? Давайте. Во-первых, действительно, так же, как в предыдущем случае, умножаем обе части на 2. Дальше. Дальше. Согрещение. Нет, очень скрещение. АС это, ну, 2 БЦ. От того, что вы введете обозначение, у вас просто та же самая мысль будет записана в один способ. А здесь нам нужна какая-то идея. В чем идея? Из-за чего такое неразиство вообще нет? Не понимаете, да? Заднюю цену нет. Кто может нам объяснить? Обозначениями здесь не спасешься. То есть вообще. АВ плюс АВ. Нет, нет, нет. И перебрасывание между одной частью другую должность. Так что же. 2АС будет меньше, чем АВ плюс БЦ плюс ЦД плюс Д. Да, почему? Если 2А и 2А вычистите из АВ. Как прямо букву вычистить. Видишь ли, в чем дело? АС это обозначение для длины отрезка. Может быть, кто-то из вас еще даже вообще обозначение не понимает. Когда вы пишете 2 буквы, где буквы обозначают точки, то имеется в виду, что это длина отрезка, которая их соединяет. Вот в данном случае, например, что такое здесь АС? Это длина вот этой вот стороны. Что такое АВ? Вот эта сторона длина. БЦ, длина вот этой стороны. И имеется в виду, что длина стороны меньше, чем сумма двух двух. Здесь удвоенный вот этот вот отрезок меньше, чем сумма длина АВ. Вот эта сторона, БЦ, вот эта длина. Да, сделала ли? Сделала, поняла? АС меньше, чем АВ плюс ДЦ. Мне предлагают написать, что АС меньше, чем АВ плюс БЦ. Это правда. Это не айтито треугольника. Что вот этот вот отрезок меньше, чем вот такая ровная. Замечательно. Дальше. АС меньше, чем АВ и ДЦ. АС меньше, чем АВ плюс АВ плюс БЦ. Все, 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 молодец. Если вот эта вот величина меньше суммы этих, а эта величина меньше суммы этих, то мы складываем. Здесь получается удвоенная вельф, а здесь получается вот эта сумма. Это называется сложение неравенств. Вообще важно понимать, что с неравенствами можно делать не все, что можно делать с равенствами. Но складывать нужно, если у вас одно число меньше другого и третье меньше четвертого, то сумма первого и третьего меньше, чем сумма второго и третьего. Так, замечательно. Есть выгодные четырехугольники. Есть выгодные четырехугольники. И мы ищем точку, чтобы сумма расстояния до вот этих вот вершин была бы минимально возможной. Каким способом мы ее ищем? Надо провести диагонали. Надо провести диагонали. И после этого доказать такое неравенство, что если складываешь длины АМ, БМ, СМ и ДМ, то эта сумма будет не меньше, причем равенство только в случае, когда М равно вот, не меньше, чем то же самое для точек и ДМ. То есть я переписываю ту же самую строчку, только вместо М пишу О. Кто это надо скажет? Правая часть, давайте посмотрим, вот эта вот сумма даст нам в точности ответить АС, а вот это даст нам АМ плюс МС больше или равно, чем АС, это не разница треугольника. Да. Да. И М плюс МД больше или равно, чем ВД. Отлично. Все согласны? Да. Я сразу скажу задачу, которую я не хочу с вами сейчас разбирать, потому что она трудная. Задача такая, что будет, если взять не выпуклый четырехугольник, а вот такой. Представьте себе, у вас есть треугольник, а внутри у него, неважно где, где-то лежит точка Д. И задача ровно та же самая. Ищем такую точку М, чтобы сумма расстояний до этих четырех точек была минимальной. Вот скажите, кто догадается, какой будет ответ? Да. То есть расположение в точку М, там где Д, там где Д. Абсолютно верно. Настоящий ответ надо брать в точку М, там где Д. Вот это доказывается при помощи неравенства треугольника, но не так просто.